Всем привет! У нас сегодня интересный вебинар, и тема его тоже очень интересная, так что сидите, слушайте внимательно. Ведет Даниал Сидики, работает продакт-дизайнером. Даниал, пожалуйста, рассказывай, пишем. Да, всем привет! Я занимаюсь дизайном около пяти лет. В основном это дизайн мобильных приложений. И с каждым годом я пытаюсь сделать так, чтобы приложения, которые мы делаем в стартапах, в компаниях, с друзьями, пытаюсь сделать так, чтобы они приносили больше денег. И пытаюсь смотреть на тренды в дизайне. Сейчас коротко о них расскажу. Ну, сперва, наверное, как и в любом проекте, вы собираете информацию, пытаетесь анализировать рынок, смотрите конкурентов и пытаетесь собрать всю информацию о продукте, который собираетесь делать. Здесь то же самое, то есть дизайн мобильных приложений ничем не отличается. Там есть другие источники, в отличие от дизайна веб-сервисов, но процесс тот же. И для анализа рынка я использую несколько действий. Во-первых, я смотрю приложения и их выручку, их количество скачиваний, Sensor Tower. Вот он здесь стоит в первом списке. Это бесплатный сервис. Если его найдете в интернете, он сразу откроется с поиском. Там можно ввести название приложения, любого практически, и он покажет выручку и скачивание за последний месяц. То есть мы сейчас говорим не про веб-приложения, а только про мобильные приложения, правильно? Да, только мобильные приложения. То есть Sensor Tower ищет по Google Play и App Store. Он также показывает ревью, то есть отзывы по приложению и ключевые слова. Далее я также смотрю дизайн мобильных приложений. И для этого есть два способа. Либо скачивать приложение себе на телефон. Иногда это не получается сделать, либо кончился бесплатный материал, который там дают в начале. Поэтому можно использовать ресурс подобие мобин.дизайн. Это и есть домен, мобин.дизайн. Там собрано огромное количество популярных приложений со скриншотами. То есть можно пройти от начала до конца, посмотреть, как оно работает. И там очень удобная фильтрация по паттернам, категориям приложений. Ну и, соответственно, больше всего я рекомендую скачивать сами приложения, чтобы анализировать конкурентов в сфере, в которой вы будете делать приложения. Например, на этих скриншотах приведен пример Дуалинга и приложение из этой сферы изучения английского языка. Дальше то же самое, что и при разработке любого продукта. Нужно протестировать гипотезы. И в целом этот этап не отличается от тестирования гипотез для других продуктов, не мобильных приложений. То есть это тестирование либо визуальной части графических баннеров, либо в целом тестирование идей с помощью рекламы на Фейсбуке. То есть вместо того, чтобы разрабатывать продукт, вы сначала его хорошо протестировать. Ну и, конечно, пообщаться с его аудиторией, спросить, как они решают текущие проблемы, какие инструменты они используют. И если они используют, то у конкурентов, что им не нравится и что нравится. А сколько ты считаешь, насколько ты был вовлечен в тестирование гипотезы? И если говорить про целевую аудиторию, то сколько должно быть, какая выборка должна быть? Я вовлечен, потому что, мне кажется, когда дизайнер понимает, кто его целевая аудитория, и с какими другими целевыми аудиториями она пересекается, то и дизайн получается соответствующим, который приносит больше денег и нравится людям. Насчет выборки, ну это зависит от сферы. То есть в плане денег, наверное, можно, опять же, зависит от сферы, но можно полить на рекламу, несколько тысяч рублей, и это уже будет достаточно, чтобы понять, интересно ли людям в целом то, что вы разрабатываете, и можете собирать их данные, ну и с их спроса, конечно. Вот примерно так. Надеюсь, ответил на вопрос. Да, спасибо. Далее, если говорить уже про само приложение, оно начинает с инбординга, и большая часть приложений работает по системе подписки. Это импотизация, которой ты сначала оплачиваешь реальный период, подписываешься, и после реального периода, это пробный период, после реального периода, например, 7 дней, тебе автоматически списывают деньги с карты. Это самая популярная модель для приложений, и я ее тоже рекомендую использовать, если ваш продукт подходит. И рекомендую, на скриншотах видно анализ приложений. Тут проведены скриншоты от бординга из разных приложений, их выручка и количество скачиваний. Это взято из канала PimpMyPaywall в Телеграме. Рекомендую на него подписаться. Идем дальше. Из практических советов в анбординге, независимо от того, будете ли вы встраивать подписочную модель или нет, вам в любом случае нужно сделать так, чтобы пользователь оставался в приложении и внес какой-то вклад. Для этого в самом начале его можно спросить, причем не нужно бояться спрашивать много. Например, на скриншоте видно, сколько здесь, 6 экранов, 7 экранов, которые спрашивают человека разные вопросы, и это еще не все. То есть не нужно бояться спрашивать много, потому что человек вначале замотивирован и готов пройти анбординг до конца, даже если там будет 10 экранов. И он почувствует, что внес свой вклад, то есть записал свои данные, настроил приложение под себя, и это увеличит шанс того, что он зайдет в приложение еще раз. Идем дальше. В анбординге я также рекомендую использовать научные или социальные доказательства. Что это такое? Чтобы просто повысить доверие пользователя к приложению, нужно доказать человеку, что этим приложением пользуются другие люди, и это первое. Второе, то что все, что сделано в приложении, научно обосновано. Если, конечно, приложение подходит под такую тематику, например, вы делаете приложение по похудению, по фейс-йоге, по изучению английского языка, по чтению, все это функциональные приложения, которые могут, например, помогать людям, и об этом нужно говорить в анбординге в самом начале. Некоторые из примеров просто приводят отзывы, положительные, некоторые статистику. Очень мне нравится четвертый скриншот, в котором написано то, что люди, которые используют приложение в режиме премиум, то есть купили подписку, четыре раза продуктивнее. Они, скорее всего, уже измеряют эту статистику и могут писать о ней и не хвастаться. Может быть, и дальше. Очень важный экран, экран подписки. Опять же, если у вас, вы выбрали эту мотивацию, или ваш работодатель, экран подписки, он трудно сказать, потому что он должен быть каким-то одинаковым, трудно выявить какие-то очень точные паттерны, которые стоит использовать всегда. Это все зависит от сферы. На первом скриншоте мы со знакомым пытались отобразить примерный, схематичный, идеальный экран подписки. Что на нем, по нашему мнению, должно быть? Это социальные доказательства, то есть рейтинг приложения, сам вверху этой звездочной. Затем радостный человек. Социальные доказательства в том виде, что написано, что этим приложением пользуются уже миллионы людей. И подпись о том, какое количество людей добивается результата с помощью этого приложения. И на выбор три варианта подписки. И девушку внизу, которая указывает на кнопку. Но, опять же, трудно уявить какой-то идеальный экран подписки. Поэтому стоит всегда тестировать, тестировать. Ну и смотреть на конкурентов, конечно. На том же сайте Mobin Design и на канал Pimp My Wall. Очень много хороших примеров. Я рекомендую как минимум использовать именно три варианта. То есть это год, три месяца, месяц, либо подписка навсегда. Так как они встречаются чаще всего и кажутся самыми рабочими в приложениях. И идем дальше. Вопрос к зрителям. Как вы думаете, что лучше? Если вы можете себя размютить, можете размютить, либо написать в чат, какой экран подписки сконвертировал большее количество людей в подписку. Наверное, левый, потому что здесь есть какие-то конкретные пункты. Мне так кажется. Ну, предположения. Предположения просто для того, чтобы разделились мнения. Так, а я чат могу? Я вижу чат. Напишите справа. Ребят, напишите в чате. Слева, справа. Кто что думает? Еще один ответ. Правый. Второй. Да, я понял. Левый. Хорошо. Большинство за правой, но в целом примерно одинаково. На самом деле красивее выглядит правый экран, как кажется дизайнером, либо графическим, либо дизайнером 2UX, но функциональный оказался левый экран, то есть он корректирует большее количество людей, несмотря на то, что он выглядит менее красиво. Это я к тому, что стоит иногда делать, делать скидку на красоту и в первую очередь думать о том, какой текст, какой набор элементов должен быть на экране и тестировать этот экран вместе с людьми. И только потом добыли от него визуальную часть. Так, дальше у нас коротко про гейдлайны. То есть мобильные приложения делятся на приложения для Андроида и на iOS. И там и там я рекомендую использовать нативные гейдлайны, особенно если вы либо начинающий дизайнер, либо разработчик. Не стоит придумывать что-то совсем новое, то, что вы не видели в других приложениях, а использовать гейдлайны iOS и Android. это привычный пользователь и это дает вам больше простора для масштаба, масштабирования приложения. Очень рекомендую смотреть гейдлайны на Material, они очень понятные, удобные и даже начинающим или не дизайнерам легко объяснят, как строить дизайн. Ну и опять же про Material Design, но в этот раз про анимации. Мобильные приложения, анимации важны, но я их не рекомендую делать в самой первой версии, а начинать о них думать, когда они уже будут полезны, будут давать какой-то профит приложению и в целом напрашиваются для добавления. И для понимания, как работает анимация, я рекомендую опять же почитать по этой ссылке фундаментальные основы того, как работает Motion. Для того, чтобы использовать анимацию в приложениях, есть классный плагин от Airbnb, называется Loti, он позволяет анимировать иконки, различные элементы, например, можно конфетти сделать, флаг заанимировать и вставить это мобильное приложение, это будет быстро загружаться и легко встраиваться в само мобильное приложение разработчикам. Если вы не умеете делать анимации в After Effects или у вас нет времени, то вы можете зайти на сайт Loti Files, на котором собраны анимации, которые дизайнеры выложили в общий доступ, который можно скачивать и использовать в проекте. Дальше про ASO-часть. ASO это то же самое, что и SEO-оптимизация только для приложений. Включает себя оптимизация иконки, скриншотов, названия, описания, подоголовка, то есть все то, что может повлиять на ранжированность в поисковых системах App Store и Google Play и заметность людьми. И для иконки я рекомендую смотреть в первую очередь на конкурентов, то есть постараться с одной стороны выделяться, но примерно использовать те же метафоры и цвета, как и конкуренты, потому что они, скорее всего, уже проверили эти вещи. Рекомендую не забывать о том, чтобы использовать очень ясно, понятную метафору, чтобы человек даже с рабочего стола приложения смартфона смог понять, о чем это приложение, глядя только на иконку. Ну и рекомендую проверять. Для этого есть инструмент Google Play, то есть если вы запускаете приложение Google Play, там есть очень удобный инструмент для тестирования иконок, которые делят аудиторию на две части и показывают им две иконки и через несколько недель говорит о том, какая иконка сработала лучше. Про сезонность. Дело в том, что часто добавление сезонности помогает временному скачку, скачиванию приложений. Например, это Halloween перед Новым годом. Наверное, ну и 1 сентября, наверное, ко дню Святого Валентина можно добавлять какие-то элементы в саму иконку. И опять вопрос, как вы думаете, какая иконка лучше всего конвертирует в скачивание приложения? Сейчас я открою чат. Да, можете писать, что думаете. первая первая четвертая четвертая третья пятая. Пятая. Кажется, проголосовали почти за все варианты. Да, надо тестировать. Я уточню, то, что вот эти иконки, они протестированы. но просто интересно сейчас понять, хорошо ли мы понимаем, какие иконки могут приносить больше скачивания. Предпочтения могут менять в зависимости от конкретных. Да, да. Все правильно, да. Google Play он тестирует несколько недель, деля аудиторию, поэтому эти результаты можно считать математически значимыми. В итоге, какой вариант победил? Мы тестировали эти иконки, на уделение победил тот, который не назвали. Это второй вариант. Он самый неаккуратный. мы хотели проверить, что будет, если, во-первых, использовать девушку-балантинку на иконке, и для этого использовали первый вариант, второй и четвертый. Эти иконки сработали лучше всех, и на удивление вторая иконка победила других девушек. Так, что-то еще написали в чате. Китай был бы пятый вариант, на удивление нет. То есть, мы специально пятый вариант сделали для Китая. Удивительно, но второй вариант победил Китай тоже. Про скриншоты. Наверное, это второй по значимости после иконки. Иконка – это самое важное, о чем нужно думать в первую очередь. Но скриншоты не менее важны. И они намного важнее, чем описание, чем категория, положение, чем даже отзывы, потому что люди смотрят на скриншоты и иконку в первую очередь. И некоторые вещи, которые я понял из опыта, то, что видео почти всегда повышает конверсию, то, что можно не показывать только интерфейс. я очень рекомендую, это частая ошибка начинающих дизайнеров, скриншоты добавлять только интерфейс на всю страницу скриншота. Я рекомендую подписывать экраны, как минимум, выделять элементы на них. И иногда можно даже не использовать интерфейс сам, например, не показывать экран чата, а только элементы сообщений. Ну, далее, опять же, как и про иконки, я рекомендую всегда проверять то, что вы делаете. Проверять лучше всего это Google Play. И про будьте кратки, это не стоит писать очень много на скриншотах, потому что это отталкивает. Пытайтесь написать минимум слов на скриншотах. И снова про что лучше. Как вы думаете, какой из этих трех вариантов оказался лучшим конверсией для нашего приложения? Пишите в чат. Первый, первый. Второй. Хорошо. если больше нет вариантов, я могу назвать победителя. Четвертый. Да, на самом деле второй. На самом деле самым конверсионным оказался последний скриншот. Он наименее функционален и на нем нет интерфейса, что самое интересное. на нем только мы показываем то, что ты можешь создать стикер своего лица, сделать анимированную версию своего селфи. И он оказался самым лучшим с точки зрения конверсии. В целом у меня все. Это мой канал в телеграме. Я там пишу о каких-то заметках, о том, что я узнал из опыта или узнал конкурентов. Так что подписывайтесь и я готов ответить на ваш вопрос. Да, очень интересно, особенно вариант с выбором, когда думаешь, ох уж эти пользователи. У вас же были какие-то гипотезы, правильно? Это же не первое приложение, которое вы закидываете. Вы составляете какой-то портрет вашего пользователя, чтобы примерно прикинуть его социальный статус, его доход, его какие-то желания, его занятость. Да, это очень важно при разработке почти всех продуктов понимать, кто твоя аудитория. И в этом плане ни мобильное приложение, ни дизайн интерьеров, ни дизайн автомобиля, ни дизайн веб-сервисов не отличаются друг от друга по процессу. Чтобы делать качественный хороший дизайн, который будет приносить удовольствие пользователям и деньги бизнесу, нужно понимать, кто скачивает приложение, кто пользуется продуктом, кому это интересно, кому это неинтересно. Вот примерно так. в дизайне ты сейчас видишь, какие идут основные тренды? Тренды есть. Наверное, Apple сейчас очень сильно борется с приложениями, которые используют черновые схемы подписки, монетизации, например, предоставляют мало контента, или неявно пишут о цене. И в целом тренд идет на то, что все меньше и меньше приложений, которые обманывают пользователей, находятся в самом истории. Больше тех приложений, которые приносят пользу, имеют какую-то хорошую функциональность для людей и хорошую репутацию. Это общий тренд сейчас мобильных приложений из-за русской политики Apple. А в дизайне какие тренды в приложениях? В дизайне я не очень люблю говорить какие-то современные тренды, то есть сейчас проходит тренд нейроморфизм, кажется, он называется. Мне кажется, тренды в визуальном дизайне это то, что приходит и быстро уходит, но фундаментальная основа всегда остается одно и то же. Хорошо, по-другому скажу. Что тогда работает безотказно всегда? Безотказно это какие-то конкретные механики дизайна или что-то фундаментальное. Белым по-черным, черным по-белому. Да, ну то есть как в дизайне десктопных приложений есть фундаментальные принципы дизайна, то есть действительно там черный по-белому, как ты сказал, лучше читается, чем белый по-черному. В мобильном приложении важен размер элементов, размер кнопок. Apple рекомендует использовать минимальный размер 44 пикселя. и наверное основная вещь, которую я хочу повторить, которая всегда работает, это использовать те дедлайны, не пытаться запретить что-то свое. Мы тут в чате выяснили секрет хорошего дизайна. А, да, такое возможно, но ни в вебсторе, ни в уплэй, к сожалению. А насколько допустима вот такая грань? имею в виду насколько критично относятся там App Store, Google Play к таким трендам, к трендам, допустим, к части тела, которые там как-то достаточно там провокационно, которые на иконках находятся? Там есть при загрузке приложений ты всегда выбираешь, что присутствует в твоем приложении, что присутствует на скриншотах, иконке, и если ты автоматически выбираешь, что присутствуют какие-то галеные части тела, которые намекают на эротику, то приложение автоматически помечается 18+, и не будет показано детям. но все равно даже имея в виду эротический контент, Apple не разрешает использовать откровенную эротику, только слегка оголенные части тела, и это опять же стоит использовать только тогда, когда вам это действительно нужно, например, для создания скриншотов для приложения по секс-тематике, но не тогда, когда вы делаете, например, игру. Да. Хорошо, а такой вопрос про потребителей, да, вот вы сейчас делаете разные приложения, какие приложения сейчас наиболее популярны вот именно в твоем портфолио, именно тематика приложений наиболее популярна? Я бы сказал то, что сейчас до сих пор очень большую популярность набирает приложения по медитации, люди до сих пор очень любят медитировать, и в целом все, что касается психологического здоровья, сейчас набирает популярность все больше и больше, поэтому я рекомендую обратить внимание на эту сферу и понять, хотите ли вы создать что-то в этой сфере, для улучшения ментального здоровья людей. Хорошо, спасибо. Ребята, вопросы есть, наши вопросы. Задавайте, пожалуйста. Можете включить микрофон и спросить. я подключилась значительно позже, я, возможно, пропустила, когда об этом говорили, но что вы используете для выслеживания конверсий? это зависит от того, что мы решим строить в плане аналитики. Я очень рекомендую использовать Amplitude, если говорить про конверсию внутри приложения. Это система аналитики, которая очень удобна для использования. Называется Amplitude. для отслеживания конверсии скриншотов и иконок есть внутренний бесплатный инструмент Google Play, когда вы загружаете приложение, он вам становится доступен, и там вы сможете отслеживать конверсию скачивания. То же самое здесь, но без тестирования скриншотов иконок. Настройка ключевых слов, насколько сильно влияет на конверсию. Тема про ключевые слова отдельная. Я не стал ее затрагивать, говоря про дизайн мобильных приложений. Возможно, я расскажу отдельно, но ключевые слова действительно очень важны. Есть отдельные сервисы, которые помогают найти самые хорошие, подобрать самые хорошие ключевые слова, посмотреть их к конкуренту. Стоит использовать эту строчку с ключевыми словами на максимум. Там есть ограничение количества символов. Что за сервис? Я рекомендую использовать upfollow.io. Сейчас напишу чат. Если что, если у вас будут вопросы по этому сервису или по другим, можете написать мне в телеграме, я сразу отвечу. Так, был вопрос еще, что влияет на увеличение процента продления платной подписки после бесплатного периода. На удивление, очень хорошо помогают пуш-ведомления, которые могут раздражать опытных пользователей, но они чаще привлекают людей в приложение, чем отталкивают. Поэтому до сих пор люди используют пуш-ведомления, напоминая пользователям о том, что приложение сейчас существует, в него можно зайти, есть новый контент и для того, чтобы человек продлил платную подписку. Но еще хочу добавить, что продление бесплатного периода происходит автоматически. То есть, как только вы скачиваете приложение подписывайтесь на бесплатный период, после бесплатного периода вы автоматически подписываетесь и на платный. Это стоит учитывать. Еще вопросы? Хорошо. Ну, раз вопросов... А, есть еще вопросы про сторонний трафик? Сторонний трафик сильно влияет. Я не очень понял вопрос. Я попытаюсь кратко ответить, какой трафик мы используем. для органического трафика, а помимо рекламы AppStory. Да, то есть, мы используем рекламу в Facebook для того, чтобы рекламировать приложение. Есть еще возможность подать приложение на фичеринг. Если у вас приложение качественное и оно понравится Apple, то оно сможет его зафичерить и бесплатно рекламировать. Тем самым вы можете получить около 100 тысяч скачиваний благодаря Apple. Также трафик может послужить в СМИ. То есть, вы можете написать журналистам в том, что вы кликуете свое приложение, кликовать его на Product Hunt и подобные сервисы. Не за что. А как делается новое приложение? Как его вначале раскачать? Какие действия? Вначале я рекомендую сначала добиться хорошего рейтинга и понять, нравится оно поле или нет, потестировать его с целевой аудиторией и только потом уже раскручивать его, иначе просто можно облажаться. После того, как поймете, что оно работает, можно публиковать его на Product Hunt, там, где публикуются продукты новые. Там же вас могут заметить СМИ, но на это не стоит рассчитывать всегда. Вы можете написать СМИ самостоятельно журналистам, которые специализируются на статьях о приложениях на вашу тематику, например, о медитации. Ну и дальше делать так, чтобы приложение просто нравилось людям, отвечать на отзывы, обновлять его каждую неделю или хотя бы раз в две недели. Примерно так. Хорошо, хорошо. Спасибо. Ну, в принципе, у нас уже время, очень было полезно послушать. Ребята, кто вдохновился, продолжайте, продолжайте, думайте на эту тему. Вы можете попробовать свои силы. Я также вижу, что ты используешь Figma, и я так понимаю, что сейчас даже мобильные приложения, все уже, ну, все дизайнеры в основном переходят на Figma, и там удобно делать прототипы. А, еще только момент. Делаете ли вы вайрфреймы во время разработки экранов приложения? То есть в вайрфрейме они нужны, когда вы слабо понимаете, как должно быть устроено приложение, и для того, чтобы протестировать его с пользователями. То есть, да, мы их разрабатываем, когда мы хотим протестировать вместе с пользователями. Например, мы собираем из вайрфрейма прототип, становится кликабельным, в черном виде, мы даем пользователям, они кликают, и мы примерно понимаем, как должно работать это приложение. Хорошо. Хорошо. Спасибо. Ну, тогда, ребята, все остальные вопросы уже задавайте, будете писать в комментариях к этому видео, мы его публикуем в YouTube. Большое спасибо за доклад, и спасибо вам. Всем пока, ребята. Пока. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok